За время реконструкции заводского шоссе построили фактически новую дорогу на участке почти в 3 километра. Шоссе ни разу не перекрывали полностью, ремонт шел по полосам. Сейчас из четырех полос одна недоступна для движения. Глава Самары Елена Лапушкина выехала на место и проверила, как идет перекладка электросетей, что были под проезжей частью и ремонт дороги. Там, где подборную стенку мы сделали, мы черним, там тоже работы ведутся. Сейчас вот тротуар откроется, мы еще порядка 7 человек добавим на тротуар построить. Здесь по проезжей части это механизированные работы, здесь ручных нет работы. Субподрядчики по кабелям работают, в принципе двигаются. Говорю, завтра обещают нам переключить после обеда. На первом отрезке от 22-го порт съезда до поворота на Мальцево вскрыт верхний слой грунта. Прорыты траншеи, куда будут перекладывать электрокабель. И в начале следующей недели участок передадут субподрядчикам для обустройства четвертой полосы движения. Далее подрядчики переходят за улицу Мальцево в сторону железнодорожного переезда, в сторону улицы Аврора и делает оставшийся отрезок данной дороги с выполнением последней полосы. Параллельно на объекте ведутся работы по обустройству освещения, завершению работы по возведению тротуаров, ограждения. Также на следующей неделе подрядчик планирует осуществить разметку уже в финишном варианте из пластика на построенной части этой дороги. Ждет подрядчика и переключений на водоводе, которые зависят от ресурсоснабжающей организации. У нас есть участки, которые нужно переключить на новые магистрали. То есть на всем промежутке заводского шоссе на сегодняшний день построены новые водоводы. Они разного сечения, они питают предприятия, они питают город, магистральные. То есть все это уже построено. На сегодняшний день нужно старые изношенные сети отключить и врезаться в новые сети. По информации Департамента градостроительства, теперь должна пройти встреча ресурсников и подрядчика, чтобы договориться, когда произойдут переврезки на водоводе. Это также ускорит завершение реконструкции шоссе, а открыть полностью его должны до конца ноября. Светлана Кудрявцева, Василий Колдашов, События.